Прежде всего, я бы хотел поблагодарить наших друзей из Санкт-Петербурга за возможность выставить такой интересной секции и представить свой опыт, выразить свое мнение. Хотя, честно говоря, после выступлений наших коллег не очень комфортно себя чувствую. Итак, глубоко уважаемые коллеги, действительно, сравнительно давно мы начали заниматься лапароскопической хирургией и онкогинекологией. И я долгое время работал в институте Герцена, где, собственно, все это и начиналось. И вот на этом слайде вы видите такая историческая фотография. Это одна из первых операций лапароскопических, выполненных в институте Герцена в 2001 году. Мои коллеги Николай Александрович Геричин и Николай Александрович Антипов, собственно, выполняют эту операцию. И за это время был пройден достаточно серьезный и долгий путь, который был связан с целым рядом трудностей, потому что нужно было доказать и себе, и нашим другим коллегам, что все-таки лапароскопически оперировать можно, и это не хуже, чем открытая хирургия. И на самом деле в начале 2000-х годов вот этот вопрос, который на этом юмористическом слайде представлен, он звучал с трибуны при обсуждении больных на утренних конференциях. А сейчас ситуация обратная. Очень часто на конференциях вам в учреждениях онкологического профиля задается вопрос, а почему вы оперируете не лапароскопически, почему вы делаете типовые операции открытым способом. И, коллеги, я очень рад, что наконец мы дошли до того дня, когда мы сегодня все обсуждаем результаты рандомизированного исследования, посвященного радикальной гистероктомии лапароскопической. Если открутить лет на 10-15 назад, собственно, об этом даже подумать было страшно. И, конечно, благодаря всем этим усилиям, благодаря приобретению навыков было показано, что да, данный конкретный объем хирургического вмешательства, в частности радикальная гистероктомия, может быть выполнена лапароскопическим способом в том же объеме, в адекватном котором она выполняется, лапаротомным доступом. И за это время, за вот те годы, которые прошли в отношении освоения лапароскопической хирургии, мы очень сильно продвинулись вперед. И не только с точки зрения освоения техники этих операций, но и с точки зрения технологического обеспечения этих операций. Посмотрите, вот это реальное видео 2004 года, которое мы представляли на одной из российских конференций, когда мы осваивали технику лапароскопической тазовой лимфоденектомии. И это случайное видео, взятое вот случайным образом с жесткого диска, записанное в прошлом году. Посмотрите, какая разница. Разница в визуализации, разница в движении хирурга. И сегодня мы можем многое. И, в принципе, за последние годы мы набирали-набирали обороты, и все было хорошо. Мы видели, что да, все работает, мы движемся вперед, и вроде бы результаты ретроспективных исследований подтверждают нам, что мы можем безопасно использовать этот подход при раке шейки матки. Рандомизированные исследования при раке эндометрии показали эффективность этого подхода. И даже там многие ретроспективные исследования по поводу пограничных и излокачечных опухолих яичников тоже говорили о хороших результатах применения этой технологии. И вот сегодня лак-трайл пришел. И, собственно, разные, вся онкогенеологическая общественность разделилась на несколько разных групп. Те, которые всегда были адвокатами лапароскопической хирургии, активно ее внедряли, они, конечно, расстроились, обидно. Столько сил потрачено, такой путь пройден. И, собственно, мы верили в это, мы были убеждены и сейчас вынуждены увидеть, что на самом деле-то не все так хорошо. Другая группа людей – это те, кто никогда не был сторонником лапароскопической хирургии, наоборот, выступал против. И сейчас они нам говорят, вот вы видите, мы же говорили, что не надо использовать лапароскопическую хирургию, что это зло, это вред для больных. И еще одна очень большая группа наших коллег-докторов, которые вроде бы и хотели бы осваивать эти технологии, но теперь они не знают, что с этим делать. А есть еще группа людей, которые, собственно говоря, это вообще о чем мы разговариваем, мы же жили без этого, и, в принципе, все хорошо, и нам это и не надо. И, конечно, все это инициировало серию работ и за рубежом, и серию адвокатов «Лаг Трайл», и серию противников этих результатов, и которые все-таки пытаются каким-то образом защитить этот подход, который они развивали в течение многих лет. И, собственно, когда планировалась программа этого форума, я тоже попросил поставить этот доклад, чтобы в надежде, что я представлю вам свой опыт, и, конечно, результаты этого опыта будут хорошие. И это будет лишним подтверждением того, что я работаю хорошо, я приношу пользу пациентам своими операциями, и, в принципе-то, в одних руках вроде бы все может быть нормально. И действительно, я попытался оценить свой хирургический опыт, взял на себя такую смелость, потому что обычно это не принято на конференции, оценивается опыт отделения, но я решил оценить именно свой хирургический опыт, потому что это в одних руках, потому что я отвечаю за то, что я делал. И, честно говоря, немножко был обескуражен тем, что, собственно, я не очень хотел бы представлять вам эти результаты. За последние годы я отработал в нескольких учреждениях. Это Альма-Матер Института Герцена, который руководствовал Леон Григорьевым Новиковым. Вспоминаю очень часто работу в 62-й больнице, и, конечно же, в Институте онкологии Блохина. И что, собственно, мне удалось саккумулировать? Было прооперировано 62 пациентки начальным раком шейки матки 1А2, 1Б1 стадии. Не так много, как в НИИ Петрова. И, конечно же, как и в НИИ Петрова, мы осуществляли достаточно тщательный отбор больных. И я очень благодарен Леон Григорьеву Новикову, что на этапе первых операций она очень ограничивала нас в определении показаний к лапароскопической операции Вергейма и говорила, что, ребята, не берите большие опухоли на операцию Вергейма. Давайте начнем с небольших образований. И действительно, в этой группе 98% больных – это больные с опухолями до 2 см. И сроки наблюдения вроде бы большие, да, вариабельность большая с 2013 года по 2019 и от 2 до 71 месяца, но, к сожалению, медиана наблюдения составила всего 16 месяцев. На самом деле, действительно, в 2013 году мы выполнили только одну операцию радикальную гистрактамию, в 2014 году две, и более-менее регулярно эти операции стали выполняться с 2015 года, и основная масса этих больных были прооперированы за последние два года. Вот, поэтому, конечно, при медиане 16 месяцев говорить о том, что я вам представлю какие-то объективные результаты и скажу, что да, вот все хорошо и все делаем правильно, и результаты хорошие, конечно же, нет. Поэтому это просто слайд информационный характер. Но за это время было три прогрессирования, причем в двух случаях это было прогрессирование у пациентов, у которых при послеоперационном гистологическом исследовании были выявлены метастазы в лимфоузлах, к сожалению, эти больные умерли, но сложно здесь связать именно с лапароскопическим подходом смерти этих пациентов, потому что изначально распространенность процесса была большая. Поэтому если провести вот такой подробный анализ своего опыта, наверное, стоит сказать, что нужно обратиться к этому через два года, и тогда, возможно, будут какие-то объективные результаты. А эти результаты очень важны, например, для меня, как для хирурга. Есть другая группа больных, это больные, которым выполнена лапароскопическая радикальная трахелоктомия. Это наша такая модифицированная методика трахелоктомии. И на сегодняшний день попытки были предприняты у 41 больной, и на сегодняшний день 35 больных находятся под наблюдением за те больные, у которых трахелоктомия закончилась успешно, то есть удалось реализовать органосохраняющий подход. Здесь медианное наблюдение составляет 35 месяцев, и на сегодняшний день у нас зафиксирован только один рецидив заболевания. Эта пациентка погибла, поэтому результаты общей выживаемости, они хороши. Но это немножко другая операция, да, и говорить о том, что как-то сопоставить с радикальной гистероктомией, ну, наверное, было бы некорректным. Более того, это модифицированный вариант лапароскопической трахелоктомии, то есть мы выполняем лапароскопически все этапы операции, до кольпотомии, до, собственно, непосредственно резекции шейки матки, все эти этапы мы выполняем влагалищным способом. И я хочу еще раз поблагодарить профессора Кюлера, который в свое время преподал нам очень хорошие уроки по влагалищной трахелоктомии. Собственно, оттуда мы и заимствовали этот вариант окончания операции лапароскопической трахелоктомии. Поэтому это группа больных может быть оценена только в другом контексте. Но вот готовясь к этому докладу и вообще в целом думая об этой ситуации, я бы хотел немножко отступить, возникали определенные мысли, я бы хотел немножко отступить сегодня от цифр, процентов, рандомизированных исследований и так далее, посмотреть на вот эту всю ситуацию с радикальной гистероктомией с точки зрения нашей практической работы ежедневной, причем с точки зрения нашей российской действительности и, может быть, действительности бывших стран Советского Союза. Действительно ли есть преимущества, действительно ли, коллеги, вот есть нам за что бороться, есть ли повод для таких вот дискуссий в отношении лапароскопической радикальной гистероктомии? Что эта операция может принести для пациента? Мы всегда, как и все омы, воспринимаем, что да, лапароскопическая хирургия имеет определенные преимущества перед открытой хирургией, и именно поэтому мы, собственно, и внедряли лапароскопическую хирургию, чтобы реализовать эти преимущества у этих онкогинекологических больных. Но давайте вот объективно посмотрим на вещи, да. Мы знаем, что радикальная гистероктомия лапароскопическая сопровождается низкой кровопотери. А что, у нас радикальная гистероктомия открытая, каждая больная требует переливания крови? Средняя кровопотеря при открытой операции составляет при прецизионном выполнении 300 мл, по 300 до 500 мл. По крайней мере, это тот опыт, который есть у меня. Да, бывают кровопотери побольше, но и при лапароскопической хирургии бывают ситуации, когда кровопотеря существенная. Поэтому, наверное, этот фактор не является каким-то критическим. Частота переоперационных осложнений различных, в целом исследования показывают, что они более-менее сравнимы. Есть и лимфореи, есть и атонии мочевого пузыря, есть и лимфокисты в той и другой группе. И различия не являются критичными. Качество жизни больных, да, конечно, мы все время говорим о качестве жизни, что пациентка качества жизни после лапароскопической операции лучше. Но последние исследования, мы не проводили, собственно, таких исследований, но последние исследования показали, что в ближайший послеоперационный период качество жизни больных после лапароскопической операции лучше. А дальше нет. Нет различий между открытой операцией и лапароскопической. Низкая вероятность развития спаечного процесса – это не органосохраняющая операция. Насколько нам это нужно преимущество, насколько оно важно для нас? Да, наверное, важно, но далеко не каждая больная после радикальной гистеректомии выполнена открытым способом дальше оперироваться по поводу спаечной и тонкоишечной проходимости. Поэтому, наверное, это тоже такой фактор спорный. И, конечно, бесспорным преимуществом является косметический результат. Возможно, вот мои коллеги, которые меня слушают, сейчас удивляются тому, что я говорю, но на самом деле все-таки нужно всегда смотреть на вопрос немножко с разных сторон. Не только со стороны защиты и поддержки его, но и с другой стороны. Это что касается больной. Следующий момент. Что для хирурга? Какие преимущества есть в выполнении хирургом радикальной лапароскопической гистеректомии? Я не говорю про лапароскопическую тазовую лимфоденоктомию с гистеректомией или гистеректомию по поводу рака эндометрия. Я говорю именно про радикальную гистеректомию. Это, конечно, длительный период обучения. Сколько сил нужно подратить и времени для того, чтобы на хорошем уровне овладеть этой техникой? Эта операция не делается с летом. И вообще, как вот сказал профессор Кузнецов недавно в беседе со мной, он сказал, что онкогинеколог, который овладел операцией Вергейма, он овладел всей онкогинекологической хирургией практически. Поэтому, конечно, это одна из самых сложных операций. И они часто бывают очень разные от больной к больной. Здесь много сложностей. И поэтому, конечно, длительный период обучения требуется для открытой операции, а для лапароскопической еще больше. Трудозатраты. Что я под этим имею в виду? Ну вот, средняя продолжительность лапароскопической радикальной гистеректомии 3,5-4 часа. И в это время хирург стоит часто в вынужденном положении. Операция заканчивается, у тебя болит спина, у тебя там еле разгибаются колени и так далее. Ты вынужден во время операции постоянно давить на педаль, то есть стоять на одной ноге. Это забедренный сустав на той ноге, на которой он отваливается. Извините за такие вот вещи, но это правда. Это вот личное ощущение. То есть есть определенные сложности. И, конечно, огромное значение имеет, в какой операционной вы работаете. Если ваша операционная оснащена хорошо, если все предусмотрено для того, чтобы для комфортной работы, то есть хороший операционный стол, хорошее оборудование, хорошая вентиляция, для того, чтобы не лишать углекислым газом, утечки которого бесконечно бывают. Когда на вопрос, на просьбу заменить мне инструмент, ты получаешь тот же новый инструмент, а не ответ, что, вы знаете, у нас всего один, а другого нет. То есть когда вот в таких условиях хирург работает, да, тогда, наверное, да. А в других случаях, какая польза для хирурга? Одни проблемы. Вот. И, конечно же, это персонал операционный, это бригада, с которой ты работаешь, да, потому что когда ты стоишь, делаешь операцию, у тебя ответственный момент, ты говоришь, пожалуйста, увеличите давление, а тебя спрашивают, на какую кнопку нажать, тоже возникает много вопросов, да. То есть это огромная работа, которая должна проведена для того, чтобы эти операции проводились на потоке. И хорошо. И, конечно, одной, основной, одним из таких, на мой взгляд, важных преимуществ для хирурга, да, это его эго, это мастерство и достижение определенной вершины. Потому что я часто общался с моими коллегами-хирургами, почему-то именно выполнение лапароскопической радикальной гистероктомии является каким-то, какой-то высотой, которую обязательно нужно взять. Вот если ты делаешь эту операцию, значит, ты мастер, аплодисменты, все хорошо, ты достиг многого. И часто именно эго-хирургия является поводом для того, чтобы эту технологию развивать, а совершенно не желание представить больной эффективный вариант лечения. И для учреждения. Мы работаем в системе бюджетного здравоохранения, да, и, конечно же, имеет значение, что мы здесь предлагаем, какой смысл для учреждения продвигать эти технологии. Количество операций. О чем идет речь? Если мы говорим об операциях при опухолях низкого риска, то есть при опухолях до 2 см в диаметре, сколько операций в год таких лапароскопических радикальных гистероктомий мы выполняем? Да, при мощности отделения, позволяющей выполнить 1200 операций, коллеги, давайте посмотрим на вещи. Ну, наверное, 20-30 радикальных гистероктомий подобного характера. И то может быть меньше. Да, собственно, о чем мы говорим? О каком количестве больных мы сейчас разговариваем? Да, вот в чем трагедия? Следующий момент. Да, выполнение плана ВМП. Мы часто говорим, мы должны выполнять план ВМП, по которому мы работаем, выполнять видеоноскопические операции. Операция Виргейма в открытом варианте тоже есть в плане ВМП. Такие же деньги платят за... Тоже преимущества особо нет. Сокращение пребывания больной в стационаре. Да, безусловно. Больная может быть выписана раньше, чем больная после открытой операции. На 2-3-4 дня. Разница не очень большая. И на самом деле у меня есть опыт работы в коммерческой клинике, и там это важно. А мы работаем с вами в федеральных государственных бюджетных учреждениях, или городских государственных бюджетных учреждениях. Меня никто не заставляет выписывать больную на вторую-третью сутки. Более того, у меня нет совершенно в этом заинтересованности, потому что лимитирующим фактором для меня является не оборот койки, не сроки пребывания больных в стационаре, а лимитирующий фактор – пропускная способность операционной. Если бы у меня было бы 10 операционных, да, я бы выписывал больных на третью сутки. Если бы у меня одна операционная и очередь на месяц – зачем? У нас никто не заставляет больных выписывать рано. ОМС этого не требует. И, конечно же, экономическая эффективность. Эффективны ли эти операции для учреждений в сегодняшнее, в настоящее время, во время, когда есть определенный кризис, когда мы предпочитаем использовать импортное оборудование, импортный инструментарий. Насколько это эффективно? Скорее всего, нет. Никто не подсчитывал себестоимость этих операций. Но, тем не менее. И вот, подумав обо всех этих факторах, да, коллеги, я для себя, как хирург, потративши огромное количество сил на эти операции, а сейчас часто выслушивающий критику в свой адрес, я задаю себе вопрос – а зачем я это делаю? Зачем? Сколько больных ко мне обращается с просьбой Алексея Сергеевича «Выполните мне лапароскопическую радикальную гистероктомию?» Единицы. Наоборот, они приходят, эти пациентки, и когда ты говоришь им, вы знаете, у вас можно сделать лапароскопическую, лапароскопическую операцию, что они говорят. А мне онкогинеколог по месту жительства сказал, что ни в коем случае не соглашаться, потому что вы мне разнесете опухоль по всей брюшной полости. Они приходят уже подготовленные. А все остальные даже не знают о том, что такой подход возможен. И им на самом деле, когда к вам приходит пациентка, по большому счету, в большинстве случаев ей все равно, как вы ее прооперируете. У нее одна цель – чтобы вы вылечили ее от этой опухоли. Поэтому вопрос, о чем мы говорим, почему мы это все активно обсуждаем. Для меня после таких мыслей он не очевиден. Собственно, а зачем? И что, собственно, мы получаем в результате лак-трайл? Какие последствия этого всего? Изменение стандарта? Да, конечно, они уже меняются. Об этом было сказано предыдущими докладчиками. Запрет на применение лапароскопической хирургии при кишече и матке? Я думаю, что это невозможно. По крайней мере, у нас в стране, скорее всего, точная. Но каждый хирург, он должен понимать, с чем он имеет дело и какие риски он несет, может, собственно, какую ситуацию он может спровоцировать для пациентки. И когда он принимает решение о выполнении лапароскопической радикальной гистероктомии, хирург все-таки должен задуматься над тем, что он делает. И итог этого всего какой? Возврат начала 2000-х годов во времена инквизиции лапароскопической хирургии. Вот здесь в зале присутствует многоуважаемая моя коллега Александра Сергеевна Тюляндина. Я действительно с этой неуважением к ней отношусь, потому что очень грамотный, очень образованный человек и имеющий уже опыт большой в онкогинекологии. И вот она написала такую небольшую заметку на сайте Росонковеб о лапароскопической хирургии. Больше всего у меня тут есть много неточностей на самом деле в этом письме. Но заключение такое, что 2018 год прошел под эгидой большого разочарования в мини-инвазивной хирургии в онкогинекологии. Вот понимаете, ни в коем случае нельзя экстраполировать результаты всего одного исследования на всю лапароскопическую хирургию. На мой взгляд, это не совсем правильно. И на самом деле это разочарование никакого нет. Те, кто не любил этот метод лечения, он только радуется праздник. Те, кто занимался этим методом лечения, они займутся сейчас поиском решения этой проблемы и выхода из этой ситуации. А все остальные, они уже будут принимать решение в зависимости от того, что будет дальше. Поэтому, конечно, в этом отношении интерпретация данных этого исследования все-таки должна быть тоже объективной в определенной степени. И что еще? Инициация новых рандомизированных исследований. На самом деле, я очень согласен с Петер Амиросом, который сказал, что новых рандомизированных исследований не будет, по крайней мере, из его центра. И, наверное, они появятся из других, и мы бы могли сами реализовать это исследование у нас, в Российской Федерации. Но целый ряд проблем сразу возникает при организации такого исследования. Во-первых, это стандартизация техники выполнения тех операций, техники выполнения радикальной гистероктомии. Я вот если взять в целом хирургов, которые выполняют радикальную гистероктомию открытым способом, кто следует классификации, вот каждый день. Вот честно, ответьте себе на вопрос, кто выполняет в этой ситуации тип Б, кто выполняет тип С1, С2 и так далее. Как правило, хирург выбирает для себя определенную технику радикальной гистероктомии и выполняет ее постоянно. То есть он реплицирует эту технику на всех больных. И это часто происходит у нас и в онкологической диспансерке, и в различных онкологических учреждениях. Поэтому, конечно, здесь нужна стандартизация техники. Следующий момент – это подготовка хирурга. Что бы ни говорили авторы проведенного исследования, вот лично мое мнение, что это критический момент именно подготовка хирурга, потому что сложно отследить каждую операцию, сложно отследить, как она выполнена. И хирурги очень разные. И Игорь Викторович сказал такую фразу, что сложно хирурга рандомизировать. Да, действительно, хирурга сложно рандомизировать. Но это не значит, что, говоря об этом, мы не должны принимать результаты исследования ЛАГ-ТРАЯ. И, конечно, у нас слабое звено – это патоморфология. Потому что патоморфологическая оценка крайне важна, если мы хотим организовывать какое-то исследование. И в этой ситуации здесь требуется большая работа совместно с патоморфологами, чтобы получать объективные результаты. А не как, опять же, только что говорил об этом профессор Амирос, что кто-то там посмотрел, и, собственно, никто уже больше ничего не пересматривает. И мы ориентируемся на то, что написано на бумаге. Вот. Что касается, например, лично меня, извините, я возьму себя смелость поделиться своим личным мнением. Да, я не буду выполнять лапароскопические радикальные гистероктомии при визуально определяемых опухолях шейки матки. И, собственно, я и старался в последнее время этого не делать. Вот. Я считаю, что идеальные кандидаты для этого варианта лечения – это больные с 1А2-1Б стадии заболевания, у которых уже выполнена конизация, но есть показания к радикальной гистероктомии. Да. И еще очень важно, чтобы больная сама не была против того, чтобы вы выполните лапароскопические операции. Я считаю, ни в коем случае не нужно навязывать этот подход. Больная должна сама принять решение. Сложно сказать, что будет дальше, да, и как будет проводиться оценка эффективности радикальной гистероктомии дальше, после лак-триа. И совершенно не хочется потом отвечать перед больной, что и предложил заведомо метод лечения, который несет в себя определенную опасность. Вот. Что касается использования мастерства манипулятора, ну, коллеги, вот, например, я не буду отказываться от использования мастерства манипулятора, да, хотя я буду использовать травматичные насадки, о которых говорил Игорь Викторович, вы знаете, вообще, на самом деле, для меня немножко всегда странна эта дискуссия по поводу маточного манипулятора, потому что вот мы все время дискутируем, что маточный манипулятор – это плохо. Этот девайс способствует распространению опухолевых элементов, этот девайс может повышать частоту рецидивов. При этом все мы держим в руках кюретку, мы держим в руках петли для конизации, да, мы делаем выскавливание при раке эндометрия, да еще и в сочетании с гистероскопией, мы делаем конизацию, или там кто-то из наших сотрудников делает конизацию, потом мы получаем гистологическое заключение 6-7 фрагментов шейки матки размерами там до 1 сантиметра с инфильтративным ростом плоскоррогичного рака, но все толще, то есть мы говорим о туморазрешающих процедурах, пусть диагностических, но туморазрушающих, которые открывают просветы сосудов, да, и вот они обеспечивают прямой контакт опухоли с сосудами, и мы как-то об этом не говорим, но мы почему-то вот все время говорим о маточной манипуляторе. Ну, наверное, какое-то значение это имеет, но на сегодняшний день объективных доказательств того, что это плохо нет. Но этот инструмент очень важный, потому что он в виде безопасности операции сокращает ее время. И, конечно, я считаю, что исследование лак-трайл очень хорошо, что результаты его появились, да, потому что оно, я считаю, что оно очень своевременное. Во-первых, тем хирургам, которые уже обладают опытом лапароскопической радикальной гистероктомии, это позволяет немножко оглянуться назад, оценить свой опыт и, возможно, скорректировать свои действия в зависимости от того, что мы получили сейчас. Это не значит, исследование лак-трайла, лак-трайл, на мой взгляд, это не значит, что мы должны остановиться в выполнении лапароскопических радикальных гистероктомий. Каждый должен принять для себя решение, да, и, возможно, решение будет принято на уровне Минздрава, да, и изменены стандарты. Сложно сказать. Но вот на данном этапе, когда еще есть определенный такой переходный период, наверное, каждый хирург должен принимать для себя решение у нас самостоятельно, вообще стоит это делать или нет. И результаты этого исследования, возможно, немножечко сбавят обороты у наших коллег-гинекологов, которые на сегодняшний день активно хотят заниматься онкогинекологией. Вот на этом слайде ответы на вопросы перечислены, которые задаются часто мне, да, когда хирурги меня просят, можно ли к вам прийти посмотреть на операцию Вергейма. Да, конечно, можно, пожалуйста, только зачем вы это делаете? Для чего вы хотите выполнять эти подходы? Не имея фундаментальных знаний в онкологии, не имея фундаментальных знаний в онкогинекологии, цель какая? Цель выполнить операцию Вергейма. Зачем? Опять же, мастерство и аплодисменты. Я очень извиняюсь, коллеги застыли эмоциональный спич, да, но вот до утра сегодня, до пяти утра готовил эту презентацию, наболело, вот высказался. Спасибо за внимание. Продолжение следует...